Здравствуйте, уважаемые представители Знака Зодиака. Овен — общий астрологический прогноз на сентябрь 2024 года. Месяц важный, здесь очень много разных интереснейших просто событий. Но я хочу начать с того, что напомню вам, что в вашем Знаке Зодиака северный кармический узел по-прежнему. И ещё до середины января 2025 года узел развития в вашем Знаке Зодиака. Это значит, что вы сами должны развиваться, расти как Личность, и весь мир развивается в ваших энергиях. Все те характеристики, которые мы приписываем Знаку Зодиака Овен и которые вам должны быть свойственны, особенно если вы типичный Овен, сейчас свойственны всему миру. Это активность, это инициативность, это мужественность, это воинственность. Много войн. Пока северный кармический узел идёт по Овну, будут войны. Дальше будет переход кармы на ось рыбы-дева. Дальше это середина января 2025 года. Однако уже в сентябре этого года мы видим затмение в рыбах. Затмение всегда происходит вблизи кармических узлов. Но это затмение, оно как в преддверии перехода кармических узлов, оно как проба пера. Это начало. Понимаете, как в начале было слово. Вот это первое слово, причём коротенькое, «ом», да, звук, слог «ом». Намёк на то, что будет дальше. Поэтому моя первая рекомендация — наблюдайте сентябрь. Вообще, что будет происходить. Потому что будет происходить в сентябре 2024 года, можно будет понять, что будет в 2025 году. Что же касается вас лично, о чём это затмение? Затмение 18 сентября в 25 градусе знака зодиака «Рыбы», когда Луна в рыбах, а Солнце в деве. Инфографику вы видите перед собой. Это затмение будет больше влиять на те территории Земли, где его будет видно. А видно его будет, посмотрите, на очень большой части суши. Как раз-таки океан не затронут затмением, а суша затронута. Северная, Южная Америка, Африка и Евразия. Многие из вас, может быть, все, кто меня всё слушает, будут видеть это затмение. Затмение не рекомендуется наблюдать. А там, конечно, решайте сами. Это будет ночь. Ну, как ночь. У меня, например, это будет 3.40 утра. Так что, если погода будет хорошая, если у вас будет возможность выйти посмотреть, это можно делать. Но предупреждаю, что это не рекомендуется делать. Да, это очень красиво, и люди хотят посмотреть, приобщиться к этому небесному явлению. Но вообще-то это нежелательно. А там смотрите по себе. Что же касается прогноза на это затмение, то по равнодомной системе рыбы, ваш 12-й дом гороскопа, уважаемые овны, это дом духовности, это дом божественный, дом пренатальный, сокрытый, когда скрывается что-то, либо кто-то, а может быть, вы, что-то типа того, как ребёночек скрывается в животике у мамы до своего рождения. Возможно, вы так примерно себя и чувствуете, что вы в каком-то вот таком вот укрытии, в своём мирке, в своём космосе, а снаружи есть мир. Вы его слышите, вы чувствуете и запахи, и много чего можете понимать, но не до конца осознавать, что там, что происходит. Догадываться только можно. И вы как будто бы в таком состоянии можете быть добровольно, а может быть, у кого-то и вынуждено. Вы все разные, у вас у всех очень разные ситуации. Двяносто гороскопа, лунное затмение 18 сентября может проигрываться за месяц до, то есть уже с 19-го примерно августа с Суперлуния в Адолее и за месяц после. Иногда, конечно, это более растянутые события. Иногда затмение проигрывается за неделю до. Кстати, по моей статистике, это часто я наблюдаю, по клиентам в том числе. Поэтому, смотрите, да, мы говорим точную дату, да, мы на её определяем 18 сентября, но затмение можно начать проигрываться раньше, даже намного раньше, как то, что вы идёте в путь какой-то духовный, духовное развитие, выбираете для себя какое-то духовное направление. И для этого вам нужно уединение. Знаете, как монахи. Монахи неспроста уходят в кельи, они неспроста уходят в пещеры или, в принципе, в какое-то уединение, потому что так проще развиваться духовно. Они делают это добровольно. Но у кого-то из вас, конечно, это может быть по каким-то вынужденным причинам. К примеру, вас на работе переводят, и вы работаете теперь из дома. Вы не выбирали, например, работать из дома, но вас, так скажем, попросили перейти из офиса работать дома. Кто-то, конечно, может это делать добровольно, естественно. Вы начинаете работать из дома удалённо по своей воле. Тоже такие варианты возможны. Любая другая деятельность дома будет идти хорошо, и вам будет хотеться быть дома. Вот что самое главное. Как домосед можете себя чувствовать, и вам очень приятно в своём уютном мирке. Вы его себе создаёте, сотворяете. Вы как творец своей собственной реальности в своём маленьком отдельно взятом помещении, может быть, комнате, может быть, квартире, может быть, доме, смотря где вы живёте. Вы можете распространять своё влияние и, естественно, на ближайшие территории. Если вы живёте в своём доме, то какие-то у вас рядышком есть сад, огород тоже туда же относятся. Это ваш как бы мир. Очень много может быть желания творить. Это может быть творчество и изобразительное искусство, и музыка, и танцы, и пение, и стихосложение, изучение духовной литературы, написание каких-то своих духовных трудов и, к примеру, мемуаров. Это всё творчество. Любой фриланс предполагает творчество, работа фрилансером. А также для кого-то из вас, ну, может быть, мало для кого, он должен сказать, что такое творчество о 12-м гороскопе может проградаться как беременность. Сложно мне об этом говорить, просто говорю, ну, по факту. Аудитория у меня достаточно взрослая, но всё-таки, может быть, кому-то эта тема интересна. Беременность может выражаться как то, что вы вынашиваете какое-то своё детище. Это, если не ребёнок, то, например, это книга. Опять же, да, вы пишете её, она будет как ваш ребёнок. Ну, и какие-то другие тоже явления. Может быть, вы с кем-то нянчитесь. Может быть, ребёнок, он не ваш, тоже может быть. В 12-м дом благотворительности, поэтому здесь может такое пройти. Этот дом скрытый, закрытый, тайный. Желание уединиться большое по этому дому идёт. Для вас не очень это свойственно, но на то нам и даны кармические такие вот транзиты, чтобы развиваться. 12 знаков зодиака. Да, солнце у вас в овне, но если вы хотите прокачать свою личность по полной программе, то вы должны прочувствовать по идее, каково это быть ещё и тельцом, ещё и близнецом и так далее, и так далее, до рыб включительно. Вот у нас рыбки. Попробуйте быть рыбкой. Это интересное приключение, как минимум. Сентябрь про это. Также по такому лунному затмению самое глобальное, капитальное, что может у вас произойти, опять же, может быть, ни у кого из вас не будет этого, но должна сказать справедливости ради, что это эмиграция. Может быть, кто-то из вас отправляется далеко. Сентябрь подходит для переездов и для эмиграции в том числе. Если у вас есть родственники, дальние, зарубежные, заграничные, то что-то в их жизни может произойти. На самом деле, из-за того, что 12-го гороскопа — это довольно-таки тихий, спокойный дом, даже может быть, что это затмение, уважаемые овны, проиграется как раз-таки не у вас. То есть я действительно вам говорю, что такое затмение может вообще у вас не проиграться, у вас лично. А вот, например, у кого-то из ваших родственников — да. Особенно, если это родственник где-то за рубежом, где-то далеко от вас. Луна отвечает за женщин. Если у вас, например, мама живёт за рубежом, либо дочь, либо сестра, племянница, то есть какая-то женщина с большей долей вероятности, вот у неё какие-то важные события могут быть по этому затмению, а вы будете чувствовать это, проживать, переживаться, переживать, радоваться, так как вы душой привязаны к этому человеку. Луна отвечает за душу. Особенно, если это реально ваш кровный родственник. Луна в карте показывает женщину, для мужчины это мама и жена, а для женщины это она сама и её мама. Луна и материнский род. Иногда Луна показывает и бабушек, и прабабушек. Если мы берём тему мистики, то через Луну приходят души женщин. К примеру, если вам снятся ваши женщины, вашего рода, которые оставили этот мир, они чаще всего снятся именно под влиянием, под воздействием Луны. Заметьте это. Если, например, полнолуние, то с большей долей вероятности вам, например, приснится ваша бабушка в какой-то другой период времени. Луна вообще считается таким, знаете, как ресепшеном, как некоторые говорят эзотерики, ресепшеном Земли. Души приходят через Луну и уходят через Луну. Поэтому Луна — это такой вот пункт, регистрационный пункт. Так что, видите, 12-го гороскопа. Здесь правда может пройти тема, что у кого-то душа приходит новая, так скажем, через Луну, проходит регистрацию, заходит в поле Земли. Ну, приходит она по-разному. У кого-то это, может быть, кто-то воплощается в роду, ребёночек появляется, а у кого-то приходит в течение того, что вы контактируете с душами своих родственников, может быть, через сны, а может быть, как-то по-иному. Опять же, если вы развиваетесь в этом, если вы работаете, если вы чинелите, если вы каким-то образом взаимодействуете с своим родом. А вообще-то 12-го про это, про мистику, про магию. Поэтому даже если вы максимально далеки от магии, ну, как минимум, сны — это тот магический элемент, который присутствует в жизни каждого человека. Сны — это магия для всех. Вот такое затмение мега важное. Так что обратите внимание, что там может произойти, прям колоссальное у вас, если вы особенно, да, если это что-то связано с заграницей. Но для другой части, ну, может быть, просто сон какой-то приснится, и вот и всё. И больше никак затмение не проиграется. По-разному, в зависимости от вашей личной натальной карты рождения. Вот это будет затмение, оно будет важно, конечно, очень, но у нас ещё другие мега важные транзиты. Во-первых, посмотрите, какая концентрация в начале сентября. Первые четыре дня сентября все обозначены каким-то транзитом. Да не какими-то, а очень грандиозными. Первое сентября уран разворачивается в ретроградное движение, и он разворачивается и будет в своём периоде до 30 января 2025 года. То есть, ну, относительно, наверное, долго. Это движение урана определяет то, что вы занимаетесь вопросами финансов более сдержанно. Возможно, меньше тратитесь. Возможно, у вас начинается какой-то интерес к финансам. В принципе, изучаете финансовую грамотность. Может быть, ещё какие-то другие процессы в жизни происходят, из-за которых вы интересуетесь деньгами, углублённо интересуетесь деньгами. Кто из вас работает в финансовых каких-то структурах, организациях, на вас, конечно, больше скажется. Ну и для остальных людей тоже. Может быть, какая-то финансовая такая новая реорганизация чего-то. Либо, наоборот, возврат к прежнему. Здесь может быть по-разному, потому что уран сам по себе отвечает за новшества, но ретоградная фаза показывает возврат к чему-то прежнему. Ну, например, когда-то вы, не знаю, интересовались криптовалютой, потом забросили, а теперь снова начнёте интересоваться. То есть как бы возврат в старое, но там же ж не старое, там новое. Новые деньги какие-то могут у вас вновь появиться. Видите, что период продолжительный, поэтому какое-то дело финансовое. Финансовое. Может быть, кто-то из вас зарабатывает на биржах, где-то действительно занимаетесь чем-то таким, на грани даже опасности. По урану бывает такое, что это какие-то опасные мероприятия, какие-то необычные движения денег. Уран труднопредсказуем, поэтому мне, конечно, тоже труднопредсказуем, что вас конкретно ждёт по этому урану. Банально сказать, что это какая-то криптовалюта будет у вас вращаться и обращаться, а там, смотрите, может быть, какие-то новые будете открывать способы передачи денег, которые на самом деле давно забытые. Для вас это по-новому, а на самом деле по старинке. Как вариант. Рекомендация, конечно же, экономить в этот период, складывать денежку. Если вы будете складывать, у вас получится собрать. Складывать можно и не физические деньги, а в интернете. То есть где-то онлайн, например, у вас какая-то там диджитал-карточка, и даже нет её физического носителя, где-то там вы откладываете денежку. В дни разворота урана, а именно 1 сентября и 30 января уже 25 года, никуда не летайте на самолётах. Также не залазьте на высоты, на высокие горы, на высокие этажи. Не надо высовываться где-нибудь на 12 этаже через балкон. Это всё нехорошие дела по таким транзитам. Парашюты тоже самое. Лучше оставить все эти прыжки, подпрыгивания, стремянки тоже. Все лучше пока отложить. 1 сентября плюс-минус несколько дней, небезопасность для пребывания в воздухе. И также 30 января уже 25 года, плюс-минус несколько дней. Следующее событие, мега важное, опять же грандиозное. Плутон, тяжеловес. 2 сентября возвращается в знак зодиака козерог. Эта тема козерожья колоссальная и капитальная. Козероги мощнейшие с 2008 года, и продолжается эта козерожья тема. У вас же эта тема про работу. Это то, что вы мощны по всем сферам рабочим. Очень мощный, очень влиятельный должен быть вы человек именно на работе по транзиту Плутона в козероге. Как вы понимаете, эта тема очень старая. То есть с 2008 года у вас это должно было быть, что вы на работе проявляетесь мощненько, грандиозно, что вы где-то какой-то топ начальник и так далее, руководитель, управленец. Но затем Плутон переходил в Адалее, и эта тема могла послабляться в вашей жизни, уменьшаться ваша значимость могла на работе. А для кого-то, напротив, переход Плутона в Адалей ознаменовывал собой выход на огромнейшие просто аудитории, на огромнейшее пространство интернета. По-разному, опять же, у кого-то так, у кого-то так, в зависимости от вас. Плутон в козероге больше для тех, кто работает руководителем в реальности, то есть в физическом, реальном мире. А Плутон в Адалее больше был, говорили тем, кто работает в интернете, как инфлюенсер, к примеру. Поэтому если вы работаете в реальности, то для вас, конечно, Плутон в козероге лучше, чем Плутон в Адалее. Но если вы работаете онлайн, то вам как раз-таки всё наоборот. Дальше мы будем двигаться, естественно, в эпоху Адалея. И вы видите, что Плутон придёт в Адалее снова с 19 ноября до 24 года и будет до 44 года. Поэтому общие рекомендации, общие тенденции, общее развитие всей Земли — это переход в онлайн-версии всех видов деятельности, которые сейчас пока ещё в физическом варианте. Однако, тем не менее, со 2 сентября по 19 ноября как раз-таки физическая, реальная работа будет продвигаться лучше, нежели онлайн-работа. Так что смотрите по себе, кому как, кому-то там, кому-то там лучше. В любом случае, это про работу, про то, что вы развиваетесь на работе, усиливаетесь, больше денег получаете, больше обязанностей с этими деньгами тоже может приходить. И главным образом, главная характеристика — вы влиятельны. Может быть, это никак не связано с деньгами, может быть, даже ваша должность не предполагает. Однако вы влияете на людей и влияете очень мощно под таким транзитом. Под таким транзитом вы преображаете всё через свою работу, всё и всех, с кем вы работаете, и те сферы, где вы работаете. Ещё и потому, что 3 сентября, новолуние, в вашем доме работы. То есть мы видим, что и Плутон в доме работы, и новолуние в доме работы. Дома, конечно же, разные, Плутон в 10, а Солнце с Луной в 6, но это и тот, и тот дом работы. Разница только в том, что 10 предполагает рост карьерный, а 6 дом не предполагает карьерного роста. Ну, видите, здесь и так, и так хорошо. То есть если вы работаете на той работе, которая не предполагает карьерного роста, в любом случае здесь тема рабочая идёт, это да, это про эту работу. А если вы карьерно растёте, то у вас тоже да, тоже и про вашу работу. Вот такому новолунию может быть новая работа. Ну, естественно, что так как на Волуне в доме работы бывает каждый год, и не может быть такого, что каждый год у вас новая работа, то, соответственно, у кого-то это не новая работа, а обновление на работе. Не может быть, что вот каждый год на Волуне опять-опять новая работа. Поэтому, смотрите, у кого-то да, конечно, и хорошо устраиваются на новую работу в сентябре, а у кого-то это просто очередной виток рабочий, обновление работы. 3 сентября – это начало учебного года, поэтому, естественно, такие транзиты особенно актуальны и благоволят людям, которые работают в сферах образования, либо в смежных, связанных. То есть, например, вы знаете, что вот когда начинается учебный год, и у вас начинается ажиотаж на работе, хотя, может быть, вы и не работаете, к примеру, в школе, либо в садике, нет, да, но все равно вы знаете, что вот связана ваша деятельность с активностью учебной. Для учебы тоже прекраснейший месяц. Этот месяц вообще про учебу и про всех, кто учится и учит. Можно идти учиться, можно идти получать новое образование. Если у вас есть дети-внуки, то вы можете переживать с ними этот новый учебный год. То есть это новолуние 3 сентября в Деве. Может переживаться вами в связи с тем, что кто-то из ваших родственников идёт в школу, и вот, может быть, вы даже с этим человеком вместе и учитесь. Если, особенно, да, если это актуально для бабушек, если вы бабушка, то точно может быть очень, что вы становитесь в роли учительницы для своих внуков. Видите, какой месяц? Месяц прямо очень чётко попадает под социальные явления. Все знают, что 1 сентября — День знаний. И все знают, что там какая-то раскачка идёт ещё. То есть 3 сентября — это почти ещё то же самое 1 сентября, и вообще до середины сентября ещё начало учебного года. Поэтому вся первая половинка сентября будет ознаменована, что вы как будто бы пошли в школу. Вообще, в связи с тем, что и лунное затмение в рыбах, вы действительно в этом месяце можете многое переживать за кого-то. И как будто бы это вы проживаете. Идёт в школу ваш внук, а чувствуете, как будто бы вы. Выходит замуж ваша дочь, а чувствуете, как будто бы вы. Будет ли что-то про вас, конечно, тоже может быть. Но ещё разочком намекну, что очень всё важно, очень индивидуально. И важно, кто вы, в какой вы сейчас ситуации. Естественно, что если вы свободный человек, у вас вообще нет ни мужа, ни детей, внуками не пахнет вообще, то понятное дело, что всё будет проигрываться сугубо у вас. А если же вы живёте жизнью других людей, то у них. Не передавайте свою жизнь другим людям, тогда события чаще, больше и густо будут происходить в вашей жизни. Так что, конечно же, не забывайте о том, что вы овен, а значит, эго у вас должно быть хорошо прокачено. Да, затмение в знаке рыб. Но вы-то овен. Рыбы могут вас сделать немножко таким вот слишком, уж слишком добрым. Смотрите, не раздайте себя понапрасну. Выбирайте, кого миловать. Двенадцатом — это дом милости. Поэтому да, вы можете быть действительно очень добрым, очень милым. Но помните, что это может быть чревато, и не забывайте о своей истинной овновской эгоистичной природе. Овен — эгоист, как ни крути. Овен — дитя гороскопа. Может быть, вы слышали такое выражение. И, естественно, нужно поддерживать именно разумный эгоизм. Однако никто не отменяет того права, вашего права, якать направо и налево. Ну вот как есть. Опять же, если вы типичный овен, естественно, если, например, у вас в овне только солнышко, и оно какое-то очень слабенькое, побитое в шахте, то вы вообще не проявляетесь как овен. Очень важен личный гороскоп. Дальше. Четвёртого сентября. Марс. Переходит знак с диакорак. И будет в этом знак из диака с 4 сентября по 4 ноября. Марс в Раке. Это Марс у себя на родине, воин в своей стране. Марс в четвёртом доме гороскопа. Не очень хорошее на себя положение, честно говоря. Но как посмотреть? Опять же, всегда две стороны одной медали. Какие-то, если в вашей стране есть военные действия, либо военные люди, они могут активно себя проявлять. Вы живёте в разных странах. У всех у вас по-разному. Это может и выражаться по-разному. Если вы живёте в стране, где идёт война, то это непосредственно. Вот они. Воины у себя дома. Если вы каким-то образом дома у себя взаимодействуете с военными, то это про них. Например, у вас сын военный, либо муж. Это непосредственно про ваших родственников. То есть, опять же, в зависимости от того, кто вы, где, в какой стране. Может ли Марс в четвёртом доме проиграться не как военный? Конечно, может. Это вообще, в принципе, какой-то мужчина, который активный. Мужчина, который что-то делает в доме. Если вы мужчина, то вы будете очень активны в доме. Может быть, будете ремонт делать самостоятельно. Если вы женщина и захотите, например, позвать какого-то ремонтного рабочего, то это он Марс в четвёртом доме. Естественно, что может проиграться не как воин, хотя Марс олицетворяет воинов. Но в значении того, что это мужчина, который мог бы, опять же, быть воином. Раньше, в прежние времена, вы знаете, что астрология — это древнейшая наука. Естественно, прямо ассоциировался Марс с войной, с военными, потому что раньше это было просто must-have, что все мужчины, они и есть воины. Неразрывно. Почему для вас Марс тоже особенно важен? Потому что это ваш управитель, уважаемые овны. То есть это вы тот самый мужчина, воин. Даже если вы женщина. Что вы делаете дома? Ремонт, спорт, какая-то другая активность, работаете из дома, да. Что вы делаете дальше в масштабах больших? Что вы делаете у себя в стране? Как вы активничаете у себя в стране? Как вы проявляетесь? Активно — это точно. А дальше нюансы нужно уточнять. Вы воин, который у себя дома, защищает свои границы. Это хорошо. Это очень хорошо. То есть Марс в Раке, он, конечно же, защитник, не агрессор. Также Марс в Раке — это подкаблучник. Это очень хорошо. Очень хороший транзит, естественно, для женщин такой Марс. Потому что здесь появляется возможность над мужчинами взять вверх, как и должно быть по природе. Так что смотрите, если у вас муж, здесь он может вести себя более покладисто, сын, даже домашние животные, мужского пола тоже могут вести себя более прилежно. Если вы работаете с мальчиками, с мужчинами, они тоже должны будут более-менее адекватными и уважать женщин. Если вы женщина, для вас это, конечно, особенно важно. Если же вы мужчина, то такой Марс в Четвёртом доме проиграется для вас как то, что опять же какой-то мальчик, мужчина либо мужской коллектив, будучи воинственными, тем не менее, с вами в хороших отношениях, если вы ведёте себя как мама. В этом секрет успеха. То есть это транзит о том, что мужчины покоряются женской энергией, материнской, либо женской в целом. Это может быть сестра, жена, любая женщина, которая заботится, вызывает уважение у мужчин. Поэтому если вы мужчина, то, не знаю, накормите, например, свой мужской коллектив, коллектив, угостите чем-то. И они будут к вам лучше относиться. Лайфхак, ловите. Как видите, это такой период с 4 сентября по 4 ноября. Хороший период для матриархата. Доступит матриархат. Меркурий переходит в знак с диакодева 9 сентября, то есть там же, где и Новолуния, и поддерживает, собственно говоря, Новолуния. Если вы как-то связаны со школой, если вы преподаватель, если вы учитесь, если вы как-то косвенно, опять же, да, зависите от школы, то точно могу вам сказать, что по-настоящему учебный год начнётся с 9 сентября по факту, потому что тут Меркурий, перейдя в Деву, уже сделает всех более прилежными. Солнце, переходя в Деву 3 сентября, показывает, что, в принципе, вот начинается время для учебы подходящее. Но по факту учеба пойдёт нормально с 9 сентября. Дальше. Меркурий перейдёт, достаточно быстро перейдёт он в весы. И с 26 сентября уже время хорошее и для работы. Учёба часто связана с работой. Сама по себе учёба — это работа для тех, кто учится. Но если вы сейчас не учитесь, а только лишь работаете, то у вас на работе может начаться процесс обучения. В формате вообще любом. То ли вы сами книжечку читаете, которая вам нужна по работе, то ли вас куда-нибудь отправили на какие-то семинары, курсы, повышение квалификации. Вообще всё равно. Если вы работаете учителем, для вас супер месяц. Если вы учитесь, тоже супер месяц. И 9, и 10 дома подходят. Хорошие дома. Самое начало года, когда Меркурий будет ещё в знаке зодиака лев, то есть первые 9 дней сентября, вот начало года может быть достаточно кризисным. Опять же плюс-минус, естественно, по-разному. Но этот кризис, скорее всего, будет лёгким, быстро проходящим, типа адаптация к новой работе, либо к новому циклу рабочему, либо к новому, опять же, учебному году. Дальше будет лучше. Про лунное затмение мы с вами много поговорили. Напоминаю ещё разочек, что 18 сентября оно будет, это, конечно, яркое очень событие. Но дальше уже, опять же, вскоре будет ещё одно очень важное событие. Все события очень важны. Сентябрь мегамощный. 22 сентября, в 2024 году, наступит природная осень в северном полушарии и природная весна в южном полушарии Земли. Солнце перелёт знак зодиака в весы. Весы — это ваш седьмой дом гороскопа. Там, в весах, сейчас южный кармический узел. Поэтому тема партнёрства для вас не менее актуальна, нежели тема вашей собственной личности, нежели тема вашего духовного развития. Южный узел в весах может дать вам отношения кармические. Из прошлого, в том числе из прошлых жизней. Это праздник, праздник, который всегда говорит о парности и об объединении в пару. Как вы знаете, традиционно это время свадеб. Хороший период. И сентябрь, и далее октябрь. В октябре, сразу забегая вперёд, скажу, что в октябре будет тоже затмение. Но затмение будет уже солнце. 2 октября в весах. Поэтому с большей вероятностью именно октябрь будет для вас знаковым в любви. Хотя 2 октября очень близко к сентябрю. Поэтому, может быть, у кого-то и в конце сентября тема любовная ярко проиграется. Включится она точно в 3 декаде сентября. Если вы одиноки, то сентябрь-октябрь могут дать вам знакомство, начало отношений, развитие их вплоть до объединения в пару. Если вы сейчас в плохих отношениях, то Южный Узел, конечно же, может сказать, что давайте это на мусорку относить эти отношения. Поэтому у кого-то может, конечно, пройти развод по таким мощнейшим затмениям. Заметьте, что уже ведь коридор затмений будет. Коридор затмений с 18 сентября по 2 октября. Поэтому переход солнца в весы будет в коридоре затмений. От этого, естественно, можно сделать вывод, что то, что должно уйти, будет уходить. Лунное затмение что-то забирает, оно любит забирать. Ну не любит, как бы это его задача такая. Поэтому если у вас отношения партнёрские плохие, то они действительно могут уже распасться, развалиться. Здесь может пройти расставание кармическое, которое по судьбе. Ну а затем, естественно, новые знакомства и новые встречи. Уже в октябре всё-таки с большей долей вероятности. Хотя, опять же, у кого-то может быть это и сентябрь. Лунное затмение, если что-то забирает, значит, так должно быть. Это отпускание. Момент отпускания может быть внутреннего вашего успокоения, такого умиротворения, если не физического. То есть это момент того, что вы смиряетесь с тем положением, которое у вас есть, и дальше спокойно его решаете. Поэтому если вы разводитесь, то вы смирились и спокойно разводитесь. Если вы одинокий, то, в принципе, вы тоже с этим смирились и, в общем-то, особо, может быть, и не надеетесь на новые отношения. Тем не менее, они для вас, конечно же, возможны по таким транзитам. Венера. Венера переходит в знак Сдиака Скорпион 23 сентября. Это знак страсти. Новые отношения могут у вас начаться со страсти. Конечно же, так как вы разного возраста, не у всех эта тема проиграется прям так вот непосредственно, что вот страсть-трасть, прям понимание слова. Для кого-то это проиграется как притяжение очень сильное к человеку. То есть очень сильно будет тянуть. Может быть, даже и без страсти, а по каким-то другим вопросам. К примеру, восьмой дом — это дом больших денег. Поэтому объединиться в пару вы с кем-то можете по причине небольших денег. Например, заработка больших денег. Кризисы идут по восьмому дому. Как вы знаете, людей объединяет очень часто какие-то не очень хорошие события. Дружба может начаться с каких-то не очень приятных событий типа того, что против кого-то вместе дружить, от кого-то вместе защищаться. Поэтому партнёрство у вас может пройти. Может начаться со страсти у кого-то, конечно. Ну а у другой часть из вас начнётся с такого союза какого-то делового. Либо в связи с тем, что это выгодно материально, либо потому, что это выгодно, так скажем, например, когда вы против кого-то вместе объединиться хотите. Выгодно по каким-то другим вопросам. Либо вам нужно защититься. Как-то может быть съехаться с кем-то хотите по причине того, что это опять же выгодно и защитой больше, когда вы там, например, под защитой какого-то мужчины, если вы женщина. То есть вы понимаете эту тенденцию. Могут отношения начаться не со страсти, а с каких-то других вопросов, но в любом случае тема партнёрства идёт. Для тех из вас, кто очень страстный, кто молодой, кто активный, да, это страсть. Это, конечно, да. Прям очень горячее начало отношений. Дальше. 26 сентября Меркурий, периодозная экздиака Весы, это, опять же, ваш седьмой дом гороскопа, как там же, где и солнышко. И это знак того, что те отношения, которые у вас складываются, могут быть официально оформлены. Это не просто страсть, это впоследствии брак, который официально оформлен. Это не просто дружба, но и впоследствии, например, какое-то рабочее соглашение между вами. Это не просто какое-то объединение, например, домами, но и вы, может быть, потом как-то документы меняете, переоформляете. Здесь очень разные темы могут пройти, связанные с документами. Вот все документы, которые делаются у юриста, могут пойти у вас в третьей декаде сентября, а там разное. Государственные органы тоже могут быть затронуты. С кем-то вы вступаете в союз. У кого-то страстный, чисто страсть, просто союз такой вот любовный именно, а у кого-то, еще раз говорю, это может быть реально и деловой союз. По-разному может проиграться. Может пройти брак по расчету, тоже как вариант, по какой-то выгоде, опять же, то ли физической, то ли моральной, то ли материальной. Уважаемые овны, кажется, все рассказала, следите, пожалуйста, за моими сообщениями, постами, точнее, во вкладке сообщества. Ставьте, пожалуйста, лайк, потому что видео большие, очень тяжелые. Напишите добрый сайт и комментарий. Всех благ, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok